Ивановские невесты из региональной федерации пейнтбола заслужили очередные награды. Теперь в их копилке первое место в любительской лиге на женском турнире в рамках чемпионата России. Кубок и золотые медали они привезли в наш город. В дивизионе было пять команд. Победа досталась нелегко. С каждой командой мы сыграли примерно по 2-3 игры. То есть в матче 2-3 игры было. Было сложно, так как соперники достаточно сильные. Ну, выиграли. Рады очень. Мы готовились очень тщательно. Проходили тренировки не только на поле. Ездили в Москву тренироваться. На разные соревнования также в Москву ездили с командой женской. Прекрасно себя чувствуют и молодые пейнтболисты. С первенства ЦФО турнира по пейнтболу «Золотой шар», который проходил в Москве, они привезли кубок за первое место и 10 золотых медалей. Я играю в командир «Русский Манчестер». У нас в команде 7 человек. Мы ездили на турнир в Москву. Это был дивизион второй. До 16 лет. И мы заняли первое место. В пейнтболе есть команда. И это как семья. И все должны на поле общаться. Ивановская федерация пейнтбола существует не так давно, но очень успешно. Год от года желающих попробовать себя в спорте все больше. Статуса придает и участие в крупных состязаниях. Сейчас период активной подготовки к этапу Кубка России. Он будет проходить в Калуге. В сравнении с предыдущими годами, конечно, расширяется. В чем мы измеряем расширение, в первую очередь, федерации? Это количество занимающихся спортсменов и количество проведенных мероприятий, в первую очередь. То есть мы как раз на этом и делаем акцент, чтобы проводить больше мероприятий, чтобы люди узнавали об этих турнирах, о пейнтболе как виде спорта. В ближайшие выходные, 20 мая, пройдет турнир бизнес-лига для бизнес-сообщества и организации города Иваново и Ивановской области. Сейчас в составе команды «Город-невест» недобор. На соревнования ездят четыре спортсменки, тогда как оптимальный состав – семь человек. Пейнтболисты приглашают желающих попробовать свои силы. Профессиональным спортсменам быть не нужно. Достаточно иметь азарт и желание играть. На первой же тренировке отмечают представители федерации. В спорт влюбишься и уходить не захочешь.